Ладно, я всех тогда приветствую. Пресс-центр Вести Информ. Сегодня у нас пресс-конференция Ленина Петрашина. Это запорожский коллекционер. Несколько лет назад у него была изъята его коллекция, оружие, которое он оценивает, если я не ошибаюсь, 6 миллионов долларов. Не я оцениваю. Это оценил историк Комарова. Да, есть оценка 6 миллионов долларов. Изъятое коллекционер МВД. В настоящее время ее нахождение как бы неизвестно. И суд должен был состояться завтра. Сегодня. А, сегодня. Который был отменен. Ну, а теперь, Леонид, вам слово. Представьте, пожалуйста, вашего адвоката. Как его полностью зовут? Мой адвокат Спиридонов Николай Николаевич. Спиридонов Николай Николаевич. Начинаем. Адвокатский стаж 33 года. Это уже весьма серьезный срок. Ну, давайте начинать. Тогда с самого начала. Ну, так задавайте вопросы. Я готов. Да, я понял я? Да, конечно. Леонид Григорьевич, напомните, пожалуйста, собравшимся и зрителям о том, как создалась ваша коллекция, сколько там было экспонатов, и каким образом Вадим Прекрасный Дядь вас заинтересовало правоохранителями. Еще раз, последний вопрос, я не раз слышал. И каким образом она заинтересовала правоохранителями. Ага. Значит, коллекцию мою, то есть, которая у меня, коллекцию оружия, начал собирать еще мой отец, Царь Самый Небесный. Еще в те времена, когда нельзя было этим заниматься, то есть, он воевал, воевал хорошо. Вот. Он был почетным гражданином города Севастополя. Вот. А потом воевал еще с Японией, так что было много интересного. Потом мне мать передала это все. И дальше я уже стал, как бы, дополнять по мере возможности, по мере, как бы, в тех местах, где я был. Что-то мне дарили, что-то мне просто отдавали, поскольку не было ни хозяева, никого, и никому на 300 лет не надо было. Вот. Я никогда не задумывался о стоимости коллекции. Вообще. Я поставил это смыслом в своей жизни. Я писал статьи, довольно серьезные. Я занимался историей, изучением этого предмета, изучением, скажем, появления тех или иных предметов холодного и огнестрельного оружия, частно терроритетных. Вот. Их у меня было большое количество. Такой коллекции, где было бы это собрано, могу сказать, на Украине нет. Вот. Чего стоит один вюкембергский пистолет? 850-го года, когда стреляли еще из кремниевого и капсульного оружия, а он был уже казнозарядный, подбумажный патрон, вот. И ударник был игольчатого типа. То есть, оно не прижилось, оно не пошло. И по весу он где-то порядка 3,5 килограмм весил. Им сильно не навоюешь. Но, тем не менее, это был шаг вперед, это был прогресс. И такого пистолета нету нигде. На всей территории СНГ. Это я гарантирую. Достаточно сказать, что прошло столько войн здесь, сколько катаклизмов. Не могло сохраниться по определению. Я объездил, будучи, что толк я одел погоны, я был старшим научным сотрудником областного краеведческого музея. Меня командировали, и я сам ездил почти во всех музеях, тогда еще при советском времени. Я нигде не встречал казачью пику образца 910-го года. Сборная, легкая сборная, изумительная вещь. Они были все уничтожены, распадами большевиками. А у меня она была. Можно эту тему говорить очень долго. Очень долго. Но тема у нас сейчас не та. В один прекрасный день. В один прекрасный день. Да, нет, скажем так, это был не прекрасный день. А скажем, я никогда не делал из коллекции тайну. Ко мне приходили люди, отовсюду. Приходили делегации. Были иностранные делегации. Были с полицейской академии у нас в Запорожье. Ребята приходили с удовольствием. Были со школы милиции курсанты. В общем, людей было много разновсяческих. Все любовали, все смотрели. Была делегация японцев, китайцев. Все это было. Французов. Они были поражены количеством французского оружия у меня. И тем более, тремя разновидностями Ордена Почетного Легиона. Им это очень понравилось. Мы нигде такого не видели. Все это транслировалось всеми каналами телевидения. Всем была открыта дверь. Все приходили, снимали передачи. Естественно, это попало в поле зрения любителей за чужой счет пополнить свои коллекции. В частности, Дмитрия Табачника. Который вожелал 11 предметов из моей коллекции. Обратился к своему приятелю, начальнику, вернее, министру внутренних дел Могилеву. Тот сделал действия определенные. И вынесли из квартиры все. Под предлогом? Под предлогом? А никакого предлога. Предлог был, значит, как бы, в постановлении на обыск, который не проводился, было просто изъятие. Там указывалось только огнестрельное оружие. Но вынесли все. Когда это произошло конкретно? 24 апреля. Пусть это расскажет Николай Николаевич. Давайте я вам расскажу, как изымалось. Петрашин правильно рассказал, что действительно, я его адвокат. Когда я вступил в это дело, я стал внимательно изучать. Сейчас в настоящее время уже, начиная с 2010 года, и по настоящее время это начало следствие велось. Потом идет, значит, 4 тома только, значит, предварительного следствия. Значит, началось с того, что, как он правильно говорит, что неожиданно совершено для него, значит, в Мелитополе убили кого-то, там, убийство было. Валютчиков. Валютчиков. И при этом, значит, там изъят был, вернее, по гильзотеке было установлено, что это из пистолета Макарова застрелили. Поэтому, тут сразу воспользовались, якобы, по имеющимся у них оперативным данным, Прученко в это дело вмешался наш, значит, с области, с уголовного розыска. Значит, они, якобы, по их оперативным данным, что оружие, из которого убили этого Мелитопольского валютчика, находится, хранится у Петрашиного квартиры. Мелитопольский суд выносит, у нас, судьи же, они им представили, судьи выносят постановление о том, что провести область. Приезжают к Петрашину в квартиру, и самое интересное, приехали к Петрашину в квартиру для того, с одной целью, установить то оружие, которого, якобы, оно имеется. Изымают оружие, значит, два пулемета, две винтовки и два пистолета. Все, значит, все в Первой мировой войне, автомат только, по-моему, это Второй мировой. Да, и два пулемета Второй мировой. А то, скажем по-станому, оружие Первой мировой войны, какого, значит, разобраться, какого отношения к тому расстрельному делу, если конкретно было, значит, обыск, с чем был назначен обыск, значит, они изымают это оружие. Значит, когда, значит, стал Петрашину возмущаться, что так и так, что на ком основании вы изверяете это оружие, то ему сказали, что это не твое дело, разберемся там, мы его... Проводят экспертизу, устанавливают, что, значит, два пистолета вообще не пригодны к стрельбе, а, значит, винтовка, ну, в общем, три ствола признали, что они пригодны для производства выстрелов. После этого, значит, Прученко пишет рапорт, значит, и после этого вновь обращается в суд, уже в Ленинский суд, что при обыске у Петрашина, значит, такого-такого числа было изъято огнестрельное оружие, поэтому необходимо проверить, имеется у него там другое огнестрельное оружие или нет. И вот, значит, получает, значит, 19 марта, значит, Ленинский районный суд дает постановление на обыск, опять, только по огнестрельному оружию. Какого года? Это в 2010 году. Это первое, значит, это было у нас, я уже сказал, значит, 16 марта, значит, марта была, а это, значит, уже 19, 23 апреля 2010 года. А 19 марта они получили разрешение на обыск. И опять-таки, чтобы только взять огнестрельное оружие. Приехали они к нему, значит, в комнату, в квартиру. В это время сделали таким образом, что Петрашина совершенно, значит, задержали где-то, Прученко с ним там где-то разбирался в другом месте, задержали его. А это все... Пожалуйста, прощай, Прученко было время обыска. Меня просто закрыли в кабинет. Ну, он тебя задержал. Воды области, не давали ни воды, ничего, в течение 6 часов. Это от человека после инсульта. Вот он был, находился там, значит, а Прученко после этого выехал туда, и опять под его указинку все это проводилось, значит, начали изымать оружие. При этом изъяли 190 единиц огнестрельного оружия. Значит, там, значит, пистолеты 1531 года, ну, в общем, кремниевое оружие, которое, ну, какого отношения вообще оно, ну, не имеет значения, значит, изъяли они его 190 единиц. И при этом в постановлении не было указано, что холодное оружие, потому что, согласно закону, холодное оружие имеет право любой хранить дом. Единственное, что нельзя им, там, торговать им нельзя, значит, продавать его, там, никому, значит, и носить с ним, ходить по улице. За ношение холодного оружия действительно присмотрена ответственность, но что дом у него находится, значит, никто не было право другу. Тем не менее, у него изымают, изымают у него 372 единицы оружия холодного. Вывозить его. Я, значит, там, значит, там, при этом съемка производилась, там ее дало вам, видно, из-за того, каким образом они его вытащили и как они ее сложили. Они ее просто сложили в куст гамазом, там, просто в Варвардске поступили, всю эту коллекцию ее, ну, в полном смысле разбомбили. Все посомали. По-настоящему, как по закону положено, должны были каждую единицу описать, все, никто это не делал, и так, ну, сами понимаете, такое любимое оружие вывести. При этом, как, значит, пояснили, мы уже, судья, допрашивали жену Петрашина, которая присутствовала при этом обвозке. Она пояснила, что так и так, что, значит, когда они звонили, значит, когда они изымали, начали изымать огнестрельное оружие, а потом она куда-то позвонила, говорили, что делать с огнестрельным оружием. Не она, позвонила следователю. А, ну, следователь. Ну, я ему, не она звонила, она просто при этом присутствовала. Следователь позвонил, говорили, что делать с этим, амплеева следователя была, что делать с холодным оружием. Ей сказали, она туда сказали, зима и холодная, потому что, тем более, значит, они все это вывезли и отправили, значит, на сохранение передали в Ленинский район милиции, Там есть комната для хранения. Там она находилась. После этого, спустя некоторое время, уже другой следитель, когда принимает, начала проверять оружие, установили, что не хватает 49 единиц. Прошу прощения, Николай Николаевич. Мне сообщили честные работники Ленинского отдела, что по ночам из комнаты хранения вещдоков идет торговля моими вещами. Я пошел в службу внутренней безопасности и написал заявление. Тут же сразу вместе со мной, ну как, меня до дома докинули, а поехала туда бригада из двух человек. Они выявили отсутствие 49 предметов. Впоследствии 9 предметов всплыло. Некто, бизнесмен Кабанов, усомнившись в том, что он приобрел подлинные вещи, отнес их в НИИКЦ на экспертизу. Но работники НИИКЦ неоднократно были у меня дома и знали мои вещи. Как бы эти вещи были арестованы. И тут, значит, было возмущено уголовное дело. Вел следствие следователь Заводской прокуратуры Волжин. По 9 предметам, значит, был обвинен не начальник райотдела, а был обвинен, как всегда, стрелочник. Был старшина Ленинского райотдела, Сахно обвинен по этим 9 предметам. То есть, о 40 предметах вообще пресекли всяческий разговор. А по тем 9 предметам, что всплыли в НИИКЦ, был суд. Осудили Сахно на 3 года условно. Мне вернули эти предметы. А 40 лузовец. А 40 неизвестно и даже в отдельное производство не выделили. Как не выделили в отдельное производство, похищенные у меня дома, 10 тысяч гривен и 6 тысяч долларов. Прямо со стола похищены. И порванная золотая цепочка, маленькая. Вот это уже прилипло к рукам. Я не понимаю, кто это. Это люди. Тягали все. В частности, скажем, среди понятых, были наркоманы. И один ранее 4-й судимый. Но он, кстати, и сейчас осужден. И сейчас находится в тюрьме. Потом, значит, события развивались таким образом, что после того, когда они это изъяли, назначают экспертизу. Значит, начинают, значит, отдельно назначили экспертизу по огнестрельному оружию и по холодному. Проводят, часть они, значит, провели, в процессе же вот этого, провели эти экспертизы, это в 2010 году. И после этого, значит, признали, что из этого оружия, которое у него изъяли, только 64 предмета являются огнестрельными. Пригодным для, не огнестрельным, а пригодным для производства выстрелов. При этом оригинально признавали, значит, оружие, что оно пригодное для производства выстрелов, значит, таким образом, что, значит, там есть один пистолет, ну, просто я хорошо запомнюсь, мне там, они все очень старые, много пистолетов. Значит, с кремниевым замком. И 1531 года выпуска. Представляете, вот это оружие, ну, какое это уже оружие, если так разобраться, ну, может быть. Вот его признали, каким образом его признали? Потому что у него самого, значит, ударно-спасовского механизма, вот этот кремниевый, он не работал. Потому что, ну, они его, в принципе, даже не проверяли. Они брали, зарядили через ствол, описав, как, значит, что, как должно быть производство выстрелов производится, то есть, зарядить его через ствол, пулю туда заливает, потом, значит, взводится курок, там, как полка становится на боевой взвод, там все, потом насыпается на полку, на затравку порох, после этого проведет спуск, ударяет туда, потом, значит, искра высекается, написали, какой порядок должен быть производство выстрелов согласно этой конструкции данного пистолета. Потом ничего этого не делают. Заряжают ствол, ствол, как якобы они пишут, и это непонятно вообще, там еще, вообще они заряжали, его не вязали, и производили. Это еще, как говорят, история умалчивает об этом. Они после этого взяли, значит, иглой, якобы, берут иглой, электрическую иглой, накаливают электрическую иглу, через электричество, и потом, значит, запальные отверстия всовывают иглу, и происходит выстрел. и вот таким образом они оружие признавали, которое, это очень дорогое оружие, значит, там, мы представили вам его, там, далее, перечень его, там есть, видно, что это серьезно, ну, оружие, которое действительно ценность большую представляет, и историческую, само того, оно очень красивое, там, инкрустация своеобразная, ну, и само по себе, старое оружие для коллекционеров, это, конечно, большую ценность представляет, и вот они, значит, это оружие признали огнестрельным, и, значит, меняют, остальное оружие, то есть, получилось 65, или, ну, пускай, пускай, точно, я могу сказать, пускай 60, а 130 единиц признали, эксперты признали, что 130 единиц, и 190 изъятых, непригодны для производства выстрелов, даже они не могли признать, почему, потому что, описали, там, есть, нет, бойков нет, потом, значит, там, стволы, совершенно, значит, уже непригодны для того, чтобы обезьян с них стрелять, и, значит, оружие, которое осмотрели, что, признали, что это холодное оружие, и больше ничего, то есть, вменяют Петрашину только вот эти, которые признали, 60 единиц оружия признали, пригодно для производства выстрелов, вменяют, знакомят нас с материалом дела, и направляют дело в суд, еще по старому кодексу. Мы, когда это установили, мы сразу Петрашин стал писать, вот, значит, и в прокуратуру везде о том, чтобы ему вернули то оружие, которое, все холодное оружие, которое ему не вменялось совершенно, и оружие, которое не признано пригодным, это, огнестрельное оружие, которое признано непригодным для производства, чтобы этому все вернули. После этого, во все инстанции писали, писали, Короче говоря, дело приходит в суд. Когда судья познакомилась с материалами дела, установила, что по материалам дела вещдоков в деле, то есть не оружие огнестрельное, не холодное оружие, не признано вещдоками и не приобщено к материалам уголовного дела. А по закону у нас, кроме того, что мы на следствии просили, чтобы провели судебную экспертизу, историческую и культурную экспертизу, чтобы признать, что относится ли вообще это оружие, категория оружия и является исторической ценностью, которая не представляет, представляет только для украшения интерьера и не является, то есть не относится к жительной системе МВД Украины. Нам в этом было отказано. Судья, когда рассматривает это, пришло первоначальное дело, убедился в том, что нет материала дела вещдоков. Это одна из причин, и кроме того, что вот эти экспертизы не были назначены, она не выносит на рассмотрение дела. На предварительном заседании суда рассматривает наше ходатайство о том, что все эти обстоятельства с ним соглашаются и возвращает дело на наследование. Прокуратура Ленинского района пишет апелляцию на это. Потом, когда апелляция была уже в суде, потом же этот прокурор, который подал апелляцию, сам ее отозвал, потому что прекрасно понял, что если она пойдет в областной суд, то областной суд тоже самое такое решение примет. Никто не в другое не пойдет, потому что если в деле нет вещдоков, особенно по старому кодексе, и разговаривать никто никогда не разговаривал. Потому что в старом кодексе УПК четко было исканно, что все предметы, которые вменяются как бесчестные доказательства по уголовному делу, они должны обязательно осмотрены быть. Осматривать, если они в суд не зашли. Скажите, пожалуйста, я прошу перебью, потому что это все детали, я понимаю, за два года... Это не дали еще, самое главное впереди еще. Вы слушайте дальше. После того, как возвращается дело назад туда, в суд, и сюда пришло, значит, начинается доследование. В это время прокуратура, вот это очень важно, когда писали жалобу, прокуратура по жалобе Петрашина, прокуратура области, затребует из материала дела после доследования, из ленинского района милиции, и проверяет его. И, значит, в деле есть такое, значит, указание прокуратуры Запорожской области от 4 мая 2011 года. Значит, в порядке статьи 227 УПК Украины, где сказали, что, значит, провести там то-то, то-то, то-то. И, кроме всего, прокуратура области дала прямое указание о том, чтобы Петрашину вернули все холодное оружие, оставшиеся 323 единицы, и, то есть, получается 130 единиц огнестрельного оружия, которое призвано непригодным для производства выстрелов. Это прокуратура области дала указание. Это я обращаю ваше внимание. 4 мая 2011 года. И сразу же в деле появляется письмо. Значит, письмо начальника серба, о котором говорил мой позащитный Петрашин. Значит, номер 18-1-2331 от 5 мая 2011 года до 4 мая. А 5 мая вот это письмо, и по этому письму все оружие и холодное, и огнестрельное отправляется в Киев. Его отсюда увозят. Поняли, какой цели? Потому что уже поняли, что никуда деваться некуда. Хочешь, не хочешь, нужно будет возвращать. А они совсем не ставили целью, только оно когда-то к Петрашину вернулось. Вот чтобы воспрепятствовать выполнению указания прокуратуры области, начальник, значит, за подписью сербы, серба вроде готовил, но подписал, я не знаю, кто он подписал. Подписал Чебурак. Чебурак и подписал, поэтому письмо... Тогдашний замысл. Все материалы дела уходят без, обращаю ваше внимание, без разрешения и указания следователя. Никто это не имел права делать, только следователь, потому что в его... это оружие находилось в его ведении. Никто не имел права давать такое указание и отвезти. Почему в Киев? Откуда я знаю, почему? Это не к вам вопрос. И как оно ушло в Киев, и с тех пор, как мы не бьемся, мы не можем это... оружие, до сих пор не можем мы его увидеть, ни я, ни Петрашин. Прошу прощения, этот вопрос задайте сербию. Вот как ушло это оружие туда, так и там оно село. После этого мы, когда, значит, опять, идет же доследование, мы заявляем ходатайство наследствия о том, чтобы провели вот ту экспертизу, которую суд говорил. Наследствую культурную. Значит, значит, в Карькове. Значит, после этого мы просим это назначить экспертизу. И представляем суд, значит, им, значит, представляем наследствие вот такое, значит... Образец заключения экспертизы. По аналогичному оружию, в свое время в Киев, значит, в 2009 году, в 2003-2009 года, в Киеве специалист, значит, начальник сектора трассологии и экспертизы отдела экспертного сброя, значит, трассологии и экспертизы, из главного, что доследователь МВД Украины Грищенко давал заключение по оружию, по пистолетам, значит, дуэльным пистолетам 1795 года. И пришел к выводу о том, что дуэльные пистолеты не относятся, значит, не относятся к категории огнестрельного оружия, а представляют научно-историческую ценность и предназначены для коллекционирования и украшения интерьера. То есть, в соответствии с заказателями актами Украины, что эти суд... Они нам отказывают в этом следствии, потому что... И следователь произнесет так, что он назначит его, может и назначит, но он назначит его, не может, потому что у него нет вещдоков. После этого мы обжалуем это действие в суд. Суд проводит заседание, сейчас по-новому УПК, уже мы имеем право обращаться еще до прикода дела в суд, обращаться к следственному суде. Следственный суд рассматривает наше ходатайство. И постановлением от 12 березня 2013 года Ленинский суд под специальными судами Колесник выносит, удовлетворяет полностью нашу жалобу и обязывает Скарфу Петрашиной на бездействие следствия дела довольнить. Обязать следственное отделение Ленинского города Запорожья следователя Невгод назначили провести по делу судовую историческую экспертизу, проведение которой поручили Харрицко-Новичинское институты имени ИМИ Багаринска. Вступил в законную силу, она сразу вступает в законную силу. Это было в присутствии, представили прокуратуру и в присутствии следователя, который ввел дело, который отказал. Но поскольку он болел, в то время ввела Невгод, следователь. Через три дня мы приходим, так и так говорим, товарищи, вы экспрессируете, будет назначено. Он говорит, а кто вам сказал, что мы начать? Мы не собираем, Невгод уже. Это поручили Невгод, а Невгод уже сейчас это дело не ведет. Мы перед другом Лауткову следователя назначили. И поэтому, а его начальник следственного отдела говорит, я его не могу обязательно провести эту экспертизу. И опять, так игнорируется даже указание, которое до сих пор, оно никем не отменено, это постановление, следственное суде. Экспертизу не проводят, без этого экспертиза вообще не должно было быть делом в суд. Приходит опять дело в суд, и теперь сколько мы с Петрашиной не бьемся в суде, чтобы суд назначил эту экспертизу, или хотя бы обозрел вещдоки, которых нет, нам в этом просто отказывают и все. Потому что я понимаю, что судья, я не знаю, чем она руководствует, у нас закон прямо говорит, что это способ, у Петрашина единственный способ защиты в настоящее время, а вот это безоснованное обвинение, это именно проведение этой экспертизы. Потому что эти экспертизы, они вопрос о том, что, вот этот вопрос, о котором я говорю, что этот вопрос, они перед ними не ставятся. Более того, в процессе рассмотрения дела, вот после того, когда они видят такое дело, они же еще на этом не остановились, они после этого берут, значит, начальник, замначальника, сейчас скажу фамилию его. Монастырский. Монастырский, сейчас, сейчас, сейчас. Монастырский, знакомец с материалами дела, вот он. И, значит, и 12 марта 2013 года, значит, письмо номер 6, дробь 1615, значит, за подписью этого монастырского зама, он дает указание, что, независимо от того, значит, что признали, не признали пригодным для стрельбы, все огнестрельное оружие, которое у Петрашина изъяли, все ему вменить. Все огнестрельное оружие. И по холодному оружию тоже решить. И после этого появляется экспертиза, которая раньше проводилась, 265-я, значит, которая проводилась до этого экспертизы, признали, что только это оружие, ну, и не вменялось ему вообще ни хранения, ничего. После этого проводят, берут, дополняют лист, 170-й там лист, значит, на, в приложении, дописывают еще к нему выводы, что якобы 75 единиц этого холодного оружия, он его ремонтировал, признаки ремонта есть. Переделки. Переделки и ремонт. И вменяет ему еще и... Часть вторую. Часть вторую ремонт оружия. Для того, чтобы именно, принцип один, для того, чтобы доказать, что это было основание для, якобы, для изнятия, хотя бы, из материалов дела не видно. И после этого, до настоящего времени, в качестве вещдоков, холодного оружия не вообще не приводит. Я прошу прощения. Можно сейчас емко, просто и быстро рассказать, какие же все-таки сейчас обвинения предъявлены на сегодняшний день? То есть, кто-то, кто-то, кто-то. Значит, я сейчас вкратце скажу. Значит, судью Турбину вызвал присядель... Какой ты знаешь? Вызвал меня, да. Я знаю. Присядель апелляционного суда Городовенко и сказал, что, невзирая на все доводы защиты, осудить меня на пять лет лишения свободы, если она это не сделает, у нее будут неприятности. Какие я говорить не буду. Это когда произошло? Это был в четверг. Ну, я такого не могу подтвердить. Значит, я, Николай Николаевич, это. Но вы помните, где я работал и какие у меня определенные связи есть. Мне просто позвонили, назначили встречу, встретили, сказали, что вот так и так. Такой разговор был. Но даже по последнему заседанию суда, когда мы выдвинули ходатайство, о, опять же, в очередной раз предоставили нам вещдоки для обозрения, поскольку там фальсификация была в экспертизе очень серьезная. Согласно сопроводительного письма, следователь получил экспертизу на 101 листе, а фактически их было 106. Это не могла быть опечатка. Это было сделано в этом году. Дописка. Значит, судья сказала, ну и экспертизу, не вещдоки предъявляты, цельно дофильма. Тем самым лишила права на защиту. В чем вас обвиняют? Скажите, какие сейчас... 233-я часть первая. Хранение боевого огнестрельного оружия, какого вы уже знаете. Вот. И часть вторая. Переделка холодного оружия. Найдите где-нибудь в мире коллекционера, который бы переделывал холодное оружие. Ну, значит, по холодному оружию и так, значит, Петраша незаконно приобрел, сберегал, ремонтировал, да, приготовлял шляхом чистковой переработки макетов массообогрительных сигнальных, да, осветительных сигналов, пистолетов, значит, и в помещении вышеуказанной квартиры. Это по огнестрельному оружию. Кроме того, да, после того, как вот это уже появилась, что новая экспертиза через три года, согласно которой уже, значит, у Петрашина получилось, что у него 10 этих, ну, раритетных ракетниц, которые ценность исторически представляют, что якобы он в нее втулки повставлял и переделал этот ракетинг под огнестрельное оружие. Ну, сами понимаете, зачем коллекционеру, который занимается, у него цель одна, коллекция, для него ценности представляют, чтобы он взял и уничтожал свои эти раритетные пистолеты эти, ну, и перерабатывать, потому что по согласию закону у нас, если он переделал его, так ракетинг не является огнестрельным оружием, что раньше эксперты давали. А теперь появились, что раньше они провели экспертизу два, там, значит, а теперь они дополнительно еще провели экспертизу, что якобы новая экспертиза, которую, во-первых, эксперт, который проводил, он даже допуска не имел, у него не было открыт на этот момент разрешения, они проучатся, через каждые пять лет они получают, продлевают лицензию новую получают. У него даже на момент, когда он экспертизы продлил, такого не было, он начальник этого отдела. И для того, чтобы, ну, как, сами понимаете, он уже выходит, если сербы этим командовать, вывез его в Киев, то, естественно, дали указание, и они под козырек, что-то больше, что уже напишут. Леонид, я вас правильно понял, что в этот четверг, в минувший, да, к вам поступила оперативная информация от ваших источников, вы, так как вы бывший сотрудником ВД, вы располагаете определенную агентурную сеть, да, и поступила информация, что глава областного апелляционного судья Городовенко дает распоряжение районному судью Рынкинского района Бойко, Нет, это Ленинский район, Турбиной, Турбина, Татьяна Федоровна, Турбина, Ленинский район дает распоряжение осудить вас 5 лет лишения свободы по двум статьям хранения и переделка. Это статья 1, она часть 1 и 2. Хранение и переделка. Да, совершенно верно. Можно, секундочку, можем у вас еще раз попросить, буквально через запятую назвать должностных лиц у которых по вашей информации хранится часть из вашей коллекции и в дома и в дома к каким-то должностным лицам Вы знаете, информация отнюдь не полная, но начнем по Киеву. Это Межигири, это табачник, так, по Запорожью, вернее, сейчас он уже съехал из Запорожья, это Горшком, бывший начальник отдела, вот, это Калмыков Юрий, командир Беркута, ему было как бы презентовано оружие Второй мировой войны, мое, вот, это то, что я знаю, то, что мне сказали, я, я уже назвал, это президент, это, вот, в данном случае у Пшонки оборудовался, и Дмитрий табачник, кстати, насчет Могилева, ничего не могу сказать, но то, что что-то к его рукам прилипло, я больше, чем уверен, а вы как видели фотографии, или это вам сообщили ваши, опять же, агентурные, значит, мне сообщили в Киеве, какие именно предметы, заказал табачник, табачник, он тоже коллекционер оружия, или это просто, он коллекционер всего, что может коллекционировать, начиная от спичечных этикеток, там и арифометры, и стиральные машинки, там и швейные машинки, там все, вы видели фотографии, да, вот, что в домах, вот, из дома Пшонки, да, да, я показывал, корреспондентам, могу и сейчас показать, если я покажу, будьте любезны, только где, вы сделаете изображение, а вы видите, сначала скажите подробно сейчас, то есть, я могу сказать, где он расположен, на фотографии, вы сами увидите, а то есть, вы видели это в сюжете, да, да, не, ну как, в интернете, и потом я увеличил, посмотрел, и опознали свой образ, а что у Пшонки конкретно, значит, предпоследнее, предпоследнее, на вот этой пирамиде, где вот так вот расположено, холодное оружие, предпоследнее, находится масонский меч, над ним, автро-венгерская сабля, в стороне, сюда, ближе, под кинжалами, охотничьими, рукоятка виднеется, брюхеровской сабли, вот, и ближе сюда уже, к выходу, лежит советский кортик, вместе с портупеей, у Пшонки, да, а в Межигире, да, в Межигорье не было передачи, где показывали бы оружие, не беспокойтесь, я бы обнаружил бы свое, потому что это мое, точно таких аналогов, экземпляров других не было, вы точно знаете, что это? Реплика, может быть, или... Могу сказать так, насчет, как бы, сабли, автро-венгерской, это массовое производство, могло быть, могло быть, а могло и не быть, а вот все, мячи масонские, они все разные, через мои руки прошло, ну, добрых 3-4 десятка, они мне не нравились, вот пришли и ушли, я их отдавал назад, а вот один понравился, там есть что смотреть, там травление изумительное, но все интересно, вот он тут и был, там характерное перекрестие, которое отличается немножко от других, и навершие тоже. Сегодня должен был состояться вот этот суд, правильно? Сегодня должен был состояться суд, очередной, да, очередной, очередной судебный заседание, уже почти год слушали. Следует отметить, что уже заседание прошло столько, что, наверное, больше, чем волос у меня на голове, иногда каждый день идут заседания, иногда через день, через два, но как минимум каждую неделю один-два заседания, каждую неделю, в течение года. Что должно было рассматриваться именно на этом заседании? Ну, это, пожалуй, лучше сказать. На этом заседании еще, значит, значит, на этом заседании еще, вот я, мы пришли к выводу, что сейчас огласили все материалы дела, кроме того, я говорю, четыре тома, необходимо огласить еще будет, о чем я говорил, что суд еще, сейчас же, понимаете, сейчас новый УПК, и в суд, раньше, приходили все четыре тома, и пришли, и у судьи лежали. И судья, и хочешь, не хочешь, она их должна была оглашать. Сейчас, поскольку судья должна, ну, относиться к этому, она сама, что, права адвоката, и обвинения. или по ходатайству прокурора, или по ходатайству защиты, она оглашает тогда и те материалы дела, которые необходимо, значит, будет для защиты, или для прокурора. И вот, настояя, специально отложили, судья отложил, значит, прошла навстречу, отложила на три дня мне, для того, чтобы я смог познакомиться с материалами, еще раз, с материалами дела, на каких листах дела, документы, которые необходимы. И вот я подобрал, мы даже были оглашать, вот, ходатайство, еще 104 документа, письменных, которые в материалах дела имеются, для того, чтобы и у судьи было полное представление об деле, потому что она, как таковой, сейчас судья, немножко по-другому, сейчас судья не знакомится, предварительно, со всеми материалами дела, потому что, она, эти, приходит, вот такой обвинительняк, на пяти или шести лист, песочек, и все. А все дела, потом прокуратура, по мере того, как они начинают доказывать, вину моего подзащитного, они спреди заглашаются, потом эти тома уже передаются судей, и потом только судья ими владеет. Поэтому на этот момент, судья просто эти материалы даже и не видит. А вот, мы в этот момент должны, когда их, огласят, судья огласит, и после этого уже и судья будет владеть, то информация, кстати, полная, которую я говорю, она даже, сейчас сама не знает, что вот эти движения были, кто когда, какие письма писал, потому что судья еще эти вопросы не рассматривает. Как вы собираетесь возвращать родные экземпляры домой из Шонкинского дома? Я, ну, Шонкинского дома, это там чепуха, это, считайте, капля в море. Тем более, что это не самое ценное. Наверняка, самое ценное, это у табачника. Тем более, я знаю, что это. То, что я вам назову, вы визуально не можете представить даже. Если я вам назову, это вам ничего не скажет. Вот. И, естественно, то, что было в Межигири. А можно уточнить, общее количество похищенных, на ваш взгляд, похищенных, на ваш взгляд, предметов, которые вот в 2010 году у вас забрали сантимет. Вы знаете, у меня было точное количество в компьютере на жестком диске. Я готовился из-за каталог. Все было, часть была распечатана, лежала в папке, в письменном виде уже. Было две флешки. Все это было похищено. Ну, официально, я же... Хотя бы примерно, надо... Я официально вам сказал, что официально они по протоколу обыска первому и второму они изъяли. По первому 7 единиц огнестрельного оружия, по второму 190 единиц огнестрельного оружия, и холодного оружия 372 единицы. А в настоящее время уже 49 единиц вообще неизвестно где. Осталось только 323 единицы. И тоже неизвестно где, потому что я вам рассказываю, что самое главное, что у нас, если только эти вещдоки приобщаются к материалам дела, то есть после экспертизы они даже были вернуться, были изданы на ответственное хранение по квитанции. Все понятно. Свыше 400, я так понял, да? Единиц. Нет. Выше 600, если вы можете складывать вещи. Если всех единиц вот этих? То есть огнестрел и холодняк, да? Свыше 600. Но там еще всякие мелочи, которые прилипят к их рукам. По ходу. Как оброшли. То есть огнестрел и официально изъяли. Понимаете? Плюс деньги. Плюс деньги, да. А деньги, про деньги прокуратура замолчала. Вообще. Выделили в отдельное производство и все или... И при этом оно все умерло. Сегодня суд был отменен или перенесен? Просто перенесен, почему? Потому что... На когда? Никто не знает. Еще пока не знают, потому что у нас было запланировано два судебного заседания, было запланировано, но судья просто в другом совещательной комнате, она, значит, мне секретарь позвонил, сказал, что они не могут рассматривать сегодня, поэтому сказали, Николай Николаевич, или на третье, у нас очередной на 3 марта, ну, если только, может, еще кое-кошко появится, значит, судья потом... То есть в настоящее время угроза 5 лет? Да. Никто пока ничего не угрозит. Это... Значит, это то, что я... Послушайте. Ну, вот как Леонид говорит, то есть... Прошу прощения. Мы подготовили заявление об отводе судьи Трубиной. Мотивированное. Ну, это же... Это все договорение будет. Дело не в этом. Дело в том, что... Значит, я вас всегда предостерегаю. Вот этих вот разговоров всех, что там, что договорился, как договорился, это все просто, говорят, разговоры. Никто не слышал, ни я, ни Петрашин сам не слышал, чтобы ей давали какое-то указание. Я не думаю, что такое указание вообще мало отдать кто-то. Просто санкция этой статьи, которая в первой части, до 5 лет лишения свободы может он получить. Ну, 5 лет. Ну, хотя Леонид он говорит, что по его... Ну, это он говорит, это ему там кто-то сказал, я не знаю. Такой информации я не видел, и я не думаю, что, значит, ну... Никто ее не даст письменным видом. Геннадий Григорьевич, а можно уточнить? Вот вы говорите о том, что 5 лет реального срока вам грозит, да? Да. Это санкция. Это понятно. Ну, понятно. И предоставят... Прошу прощения, а вот чтобы вам было понятно, и предоставят тут же справочку, что все, все изъятые виздуки утилизированы. Я и хотел вот задать вопрос. Вот, вот это цель. Можно ли положить, что вам угрожает санкция уголовного 206 от 3-й статьи? Да. Они именно это подготовили, чтобы вы отказались от требований вернуть свое имущество? Нет. Нет. Никто мне не предлагал никаких требований. Просто это уже решенный вопрос. То есть, меня печатают, и в то же время к суду прилагают бумагу, что вещдоки утилизированы. Все. То есть, это процессуальная процедура, да? Когда выносится приговор по уголовному делу, после этого вещдоки подлежат утилизации. Правильно? Вот для этого... не утилизация. То значит, просто если в деле есть вещительное наказательство, то значит, по закону положено так, когда до понесения приговора никто вещдоками распоряжаться не может. Понятно. Имя распоряжение имеет только суд. До этого они в следствии только доходят? До этого они даже находятся у кого-то на ответственном хранении. Бывает такое, что передают самому обвиняемому, передают, у него находится на ответственном хранении, ну, или у него там, или у родственников. Ну, это лёгкое какое-то обвинение. например, ДТП. Ну, понятно. Значит, сбили, а машина уже, как вещдок, куда его ставят? Вот его отдают родственникам, его ставят в гараж, опечатывают, и оно стоит, но им не пользуют, не трогают, до тех пор, пока решения суда не будет. И только вещдоками имеет право распорядиться только суд. суда. Почему, когда мы обращались вот это, вот почему, и когда прокуратура области, я обращал внимание, дала указание, значит, поскольку вещдоками раньше, когда было, 60 единиц предъявлялось, только они, вещдоки, а всё остальное вещдоками не являлось, ни холодное оружие, ни огнестрелы. Сказали, вернуть его, потому что оно не есть вещдоками. Вот мы и добрались до сути. То есть, соответственно, получается, что крайне важно для них решение суда. Конечно. Вот, да, то есть, чтобы был приговор. Чтобы после этого можно было распорядиться, оформить правовое. Вроде как законное, потому что если только не будет проведена экспертиза, естественно, и осудит Петрашину, то это дадут указание, что это оружие куда-то там, или музей поместить, а там уже музей кто-то будет контролировать. Понимаете? Всё понятно, мы добрались до сути, ясно. Правильно, это же для этого дела уголовное затеялось, для того, чтобы там, в принципе, никто не ставил вопрос посадить его реально. Главное, получить приговор, что он виновен, и под этот приговор вот это другой разговор. Могут и условно дать, да? В принципе. Приятный. Не важно, да? Главная бумага с приговором, правильно? Да, главное, чтобы был приговор, чтобы признать его виновным, на основании которого можно уже распоряжаться изгаданным. А потом уже, это оружие, естественно, если ему вменят его, как оно же будет и основание для того, чтобы его ему не возвращать. Вот в чем есть. Это мы поняли. Леонид Григорьевич, вопрос в связи со сменой власти, да? Да. Надеетесь ли вы на то, что ваши экземпляры из вашей коллекции вернутся все-таки к вам, а уголовное дело в отношении вас, сфабрикованное, как вы считаете, будет закрыто? А вы не считаете, что вы сфабрикованы? Нет, ну я же вам разверну. Значит, могу сказать так, человек живет надеждой, она умирает последней. Я не думаю, что наше, насквозь, коррумпированное общество и сейчас будет коррумпированным хотя бы какое-то время. И какая-то надежда у меня все-таки есть, что где-то, возможно, проклюнется, пусть не по доброй воле, пусть в карьерном плане кого-то, но может проклюнется справедливость, так называемая, в которую я в этой стране не верю априори, вообще. Дело, можно теперь обвинуться? Дело все очень просто. Если только захотят, захотят найти это оружие и вернуть, его искать нечего. То есть вы знаете, где он? А что его, его же по цепочке, по делу установлено, что его Рязанов вывез в Киев. Что? Там следственные не знают, это же все-таки работники милиции там были затяны, они если захотят, они все установят. И где, ну и кому, и по единице установят, если захотят, в том-то вся и беда. А они хотят, единственное, из материала дела видно, что они любыми путями хотят на тормозах все это дело спустить его. То, что Петражный говорит, что я не думаю никогда ему, мое глубокое убеждение, никто ему реально никакой срок не даст. Это он тут немножко утревает, что там указания давали. Могли указания дать только одно, что любой из, чтобы приговор был. Приговор должен был. Да. Все ясно. Я вот это чем могу, чтобы приговор, ну чтобы там прям пять лет ему дали, все это я считаю, кто ему рассказал все это сказки. Но самая главная цель вот этой всей канители, что уже пятый год пошло, это чтобы по Петрашину приговор обвинительный, что его признать виновным, никто его, кому он нужен сажать его. Но главное, чтобы это оружие не возвращать. Вот и все. Цель этого было все канители. Леонид Григорьевич, а могут ли компенсировать государство ту сумму, которую вы потеряли? Если, например, не вернут коллекцию. Если государство правовое, то оно обязано компенсировать. Если оно правовое. Но по закону он имеет право. Да. Простите, пожалуйста, имя фамилии, назовите свою. Спиридонов Николай Николаевич. Еще раз. Спиридонов Николай Николаевич. Николаевич Спиридонов. Если, да, повторю еще раз, если государство правовое, оно мне обязано компенсировать, Поскольку, согласно закону о милиции и других законодательных актах, ответственность несет МПД. Но только при этом условии, что если приговор будет оправдатель. Вот по ним все в бессе. Было несправедливое действие правовое. Если суд признает, что так и так, то есть для того, чтобы это было, нужно все на все провести экспертизу в Харькове. И вы сами понимаете, ни один эксперт не даст, что пистолет в 1532 году. 400 лет ему, да? Или сколько? Да, больше. Больше. Почти 500 лет экземпляров. Не то, что Наполеон. Это представляете? Это же колесовый замок. Первобытный. Почти. Они его признали, что он приговор для стрельбы. Я когда посмотрел на это оружие, там же фотографии я вам дал посмотреть. Ради интереса, посмотрите сами еще. Посмотрел правильно? Дело в том, что оно, ну, то оружие тогда делалось, это же очень богатые люди. Оно там инкрустация такая. Понимаете, оно, на него просто смотришь, оно как произведение искусства. Действительно, вот этот пистолет, он уже никакой такой ценности, как стрелять тогда бы, не надо было бы и ракеты делать. Правильно? Ну, сколько лет прошло. Оно уже же никому не нужно, это оружие. Затем оно, для того, чтобы стрелять с него, когда он пошел в магазин, купил сейчас ружьёку и стреляет. А кто стоит пистолетом, он стреляет, вот по-вашему, ну, вот какое время, какая армия могла быть вооружена из этой пистолеты? Или какую-то... Одну секундочку. Вы можете себе представить, чтобы на улицу вышел маньяк-убийца с каменным топором каменного века? В современное время? Это вам ответ на ваш вопрос. Пошел на банкомат, да? Да. Или на инкассатора, да? Это вам ответ на ваш вопрос. Вы сами присядете. Это не мой вопрос, я хочу, чтобы вы для моей камеры рассказали про... Так можно, или выйти... Кто был вооружен, какая армия? Кто был вооружен? Или, допустим, выйти с картиной Рубенса или любого другого художника эпохи Возрождения, выйти на улицу и разбить ее на голове у соседа. Я понимаю. Итак, и все-таки это оружие к каким эпохам принадлежало? Это... Кто был вооружен? Значит, кто был вооружен? О, господи. Значит... Кто пользовался? Это была турецкая армия Янычар. Вот. Естественно, 18-й век. Вот. Значит, это было... Нет, нет, вот этот пистолет кремниевый, 1500. А, 1500. Это могли быть запорожские казаки. 16-й век. Вполне. Вот. Могли быть польская шляхта вооружена. Шляхты чем могли быть, да? Да. Потому что рядовые не могли носить такое. Именно шляхты чем. Оно очень дорогое. Вот. Значит... То есть это благородные были воины, которые имели право на... Типа того, да? На дорогое оружие. А чего стоит хотя бы сабля-гурда, за которую донские казаки в 19-м веке отдавали дом вместе с усадьбой? Ага. За эту саблю. Ей можно было разрубить воинов в доспехах одним ударом, от головы до копчика. Булат? Или... Нет. Секрет утерян навсегда. Утерян. Это сабля-гурда. Сталь. Это не Булат. Это не Дамаск. Не Дамаск. Это совсем другая сталь, но секрет утерян навсегда. Их у меня было три таких сабли. Одну я, слава Богу, дал в экспозицию в музейный остров. Еще до этого всего. А две других? Это Донское казачество, да? Нет. Я вам привожу пример из литературы. Что Донские казаки, когда встречался такой вариант уже в 19-м веке, а вещь 15-16 веку, они не жалели на нее денег. Потому что равных такой сабли не было. Самое старое оружие такого... Каменный век. Нет, у вас. Вот его и не трогали. В вашей коллекции? Да. Вот каменный век и не трогали совсем. А что из каменного века у вас? Да все что угодно. И топоры, и ножи. И наколечники отстрел там. Там видно вот на этом... То есть камень у вас нет? Камень не трогал. Камень не трогал. Камень не трогал. Скажите, на сайте УВД области было указано, что там какие-то фотографии были о том, что вы хранили у себя огромное количество взрывчатки. И там указано, а как же соседи так были? Значит, могу сказать, что... А, я даже одну скажу. Экспертиза признана, что это все муляж. Все эти гранаты, это муляж. А что они указали, что взрывчатка? Ну это они же так написали. Значит, господин Волкодав, по-моему, не дружит с мозгами, говорю полностью, отвечая за свои слова. Значит, коллекции гранат первой мировой войны, которая у меня была, там целый ящик, ни одной гранаты не было со взрывчаткой. Они были все наполнены парафином. То есть, они были распилены? Там нет. Нет. Муляж. Вместо залит парафин. Муляж был тол оттуда, и залит был парафин. Вместо взрывчатого вещества. Да. Экспертиза подтвердила это. Значит, детонаторов там не было вообще. По-другому нуля. Вот. У кого надо сейчас проводить обыски, и у кого, чтобы найти вашу коллекцию? Ну, а уж уж он говорил. Я уже говорил. Значит, зачем повторяться в третий раз? Все, спасибо большое. Но я думаю, что здесь замешано и руководка УВД области, и прокуратура области. Нет, дело все очень просто. Вы сами прекрасно понимаете. Если следователь, следователь Невгод, которая вела дело, не знала, куда увезли. Она даже не знала о том, в котором письмо поступило. И в настоящее время материалы дела, обычно вот когда там, они потом сдают этим, ну, произдают вещдоками, и сдают на ответственное хранение. До тех пор, пока суд примет решение. Есть квитанция материале ответственного лица, который принял на себя, ну, на хранение. И вот тут. Ну, все. Спасибо. 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 Спасибо.